Лицей. Как много в этом звуке для сердца юного слилось, как много в нем отозвалось. Вот так, перефразируя гениального лицеиста Александра Пушкина, хочется сказать о лицеистах 21 века. Они замечательные, умные, красивые, талантливые и креативные. Они наше будущее, будущее Беларуси. Им строить государство, им руководить государством, им прославлять государство. И как прекрасно эти юные леди и джентльмены смотрятся, исполняя величественный и изящный вальс. В 14-й раз в Брестском областном лице торжественно отмечается бал науки, символизирующий день рождения учебного заведения. Пожалуй, один из самых значимых, самых волнительных и ярких лицейских праздников. И свой 14-й день рождения мы отмечаем, практически завершая объявленный в нашей стране год науки. 14 лет, возраст не зрелый, еще совсем юный. Но вместе с тем, начиная с остановления нашего учреждения, с 2003 года лицеисты ежегодно подтверждают качество образовательной подготовки своими победами на различных этапах Республиканской Олимпиады по учебным предметам, научно-практических конференциях, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Лицеисты всегда и везде первые, поэтому областной лицей имени Машерова по праву называют флагманом среди учреждений образования Брещины. На конкурсной основе для получения профильного обучения в лицей приходят десятки юношей и девушек, которые своим стараниями и успехами формируют положительный имидж учреждения на Республиканской образовательной Ниве. Грамотные руководители, талантливые педагоги, инициативные учащиеся. Вот залог успеха лицея именинника. Я рад за рождение лицейской семьи. Я уверен, что педагоги, которые находятся в этом зале, которые выводили своих чад, они сделают все, чтобы эти лицеисты, это поколение стало еще лучше. Поздравляю всех с праздником. Лицеистам желаю, чтобы вы обязательно исполнили все свои мечты, о которых долго и много думаете, наверное, и обязательно, чтобы вы исполнили надежды своих родителей. Удачи всем! Я уверена, что формулой успеха лицеистов является высокий профессионализм педагогов, умноженный на трудолюбие и пытливость ума самих учащихся. И сегодня мне хочется выразить слова глубокой признательности и искренней благодарности всем педагогам лицея, учителям, воспитателям, помощникам воспитателей, педагогам-психологам за преданность своей профессии, за непомерный вклад не только в образование наших детей, но и в формирование их духовно-нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма, активной жизненной позиции. Мероприятие получилось восхитительным, и именно в такие моменты все больше убеждаешься в том, что лице полон талантов. Эти юноши и девушки не только успешно трудятся, именно трудятся денно и ношно. Изучая математику и литературу, биологию и право, историю, химию, экономику, у них есть и музыкальный, и артистический дар. Если бы герои других эпох оказались бы на этом болу, то они не нашли бы больших отличий, за исключением, пожалуй, вспышек фотоаппаратов и огромного экрана. В остальном все, как пару веков тому назад. Бал получился крайне торжественным, красивым. Не зря наш педагог-организатор вместе заочим стараются создать атмосферу того самого пушкинского бала, который проводился в Царско-сельском лицее, о котором много говорится в нашем лицее. Чего хочется достичь в жизни? Как и любому человеку успеха. Что это для меня успех? Материальная составляющая в соокупности с признанием людей и хорошим окружением возле тебя. Я считаю, что лицей — это мое будущее. Лицей даст мне образование, которое поможет мне в будущем адаптироваться к всем своим жизненным обстоятельствам, ну и в конце концов получить работу. Я представитель химико-биологического профиля, и, соответственно, я мечтаю быть врачом. В лицее же все люди довольно коммуникативные, и благодаря общесдруживающим мероприятиям, таких как лицейский бал, который проходил сегодня, мы становимся семьей. За эти полгода я считаю, что мы стали хорошей семьей. И цель областной, всегда со мной, Альба-Матер мечтами наши, не поверь. Лариса Осмолович, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.